Территория машин Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о японском катере и сломанных светофорах. Компания Lexus делает хорошие и дорогие автомобили. Но этого японцам показалось мало, и они решили обратить внимание на море. Да, именно на море. В начале года Lexus представил свою концептуальную яхту, которая так и называется – концепт спортивной яхты. Плавательное средство оснащается двумя V-образными 5-литровыми двигателями от быстрого купе RCF. Суммарная мощность силовой установки составляет 885 л.с., а максимальная скорость яхты – 79 км в час. Корпус яхты длиной более 12 метров выполнен из углепластика и карбона, поэтому при своих солидных размерах он весит всего 1000 кг. Лодка рассчитана на 8 пассажиров, а капитану доступна не только система навигации, но даже подводный гидролокатор. Для удобства пассажиров предусмотрен камбус и душевая кабина. Lexus далеко не первый японский бренд, который решил уйти с асфальта. Успехи Хонда в построении лодочных моторов всем известны. Мало того, под этой маркой выпускаются самолеты. Не отстают и Митсубиси, у них свой самолет тоже есть. Ждем марсоход от Сузуки и космический корабль от Тойота. Власти столицы решили, что пора тем, кто ломает светофоры, платить по счетам. По словам Максима Лексутова, с 2014 года москвичины ломали светофоров больше чем на 7 миллионов рублей. Почти два с половиной уже вернули, а вот остальные придется выбивать через суд. Чаще всего светофорные объекты становятся невольными жертвами ДТП. Ремонтировать их начинают сразу, как только получен сигнал о поломке. Оперативность замены вызвана тем, что на улицах столицы и так непросто, а сломанный светофор — лишний повод образоваться пробке. Кстати, теперь светофоры адаптируют поддвижение так, что, двигаясь со скоростью близкой к разрешенной, можно поймать зеленую волну и не жать попусту тормоз. Кроме этого, во время снегопадов светофоры сами переключают режимы. Раньше им была нужна нянька в виде инспектора СОДД. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться.